МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое кадровое назначение в Рио губернатора. Михаил Евраев поменял главу областного Депздрава. Первый русский на пороге больших перемен представлен проект реставрации театра. Серебро по рукопашному бою. Крупка Ярославна – одна из сильнейших на Кубке мира. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Анна Лазоркина. В первом русском грядет большой ремонт. Сегодня журналистам показали проект, который готовится для госэкспертизы. Авторы – государственное предприятие, на счету которого множество объектов, в том числе Театр наций и Государственная консерватория. Марина Смарагдова отправилась на пресс-конференцию, чтобы узнать масштаб переделки. Первый русский ждут огромные перемены. Прежде всего, изменится цвет интерьера, начиная от занавеса. Появятся новые сценические площадки и уютное арт-пространство в куполе над фойе второго этажа. Сегодня директоры архитектурных мастерских и художественный руководитель Волковского театра поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Проект отправляется на экспертизу. Заказчик в лице Министерства культуры до конца первого квартала получит полностью согласованную и утвержденную научно-проектную документацию, позволяющую приступить к реставрации этого здания. Самая большая и дорогая составляющая проекта, как называют архитекторы, приспособленческая часть, механика сцены. Концепция Театра Волкова путешествия во времени – это раскрытие богатейшей истории через архитектуру, музейные элементы, инсталляции. Все здание, как по мановению волшебной палочки, превращается в магическое пространство с вполне современным функционалом и насыщением. Театр возвращается к тому изначальному проекту, который создал архитектор Спирин в 1911 году. Внутри он все-таки должен быть таким, знаете, фешенебельным, то есть он должен быть таким очень дорогим по ощущениям, поэтому это как раз возвращение к той внутренней такой… Это не будет зеленый цвет, это будет все-таки оливковый такой цвет. Мы сейчас вот с Сергеем Борисовичем, главным архитектором, проговорили. Как раз вот возвращение к такому серьезному, такому насыщенному цвету, солидному такому, знаете, респектабельному. Пространство будет изменено. В минус первый этаж переедет гардероб. Буфет, наоборот, выйдет из подвала на свет божий. Главной исторической и камерной сценой добавится еще одна. У каждой сцены будет свой отдельный вход, гардероб и буфет. В мечтах у друга, чтобы все они работали одновременно и на каждый был аншлаг. Архитекторам по старой фотографии удалось восстановить дивные красоты светильники. Я лично взяла карандаш, кальку, наложила на фотографию и накладывая уже какой-то слой кальки, я пыталась понять, что это такое. Я поняла, что мне это что-то начинает напоминать. Вот какая-то шея вырисовывается, крыло. Я поняла, что это лебедь. Архитекторы так увлеклись процессом, что пошли дальше и нарисовали проект обустройства на Первомайском бульваре «Экспланады» – пространство, включающее сад, аллею, площадки для концертов, как в Париже и Елисейские поля. Но это, по всей вероятности, будет уже другой историей. Завершить ремонт в театре планируют к 275-й годовщине Первого Русского. Марина Смарагдова, Василий Мосин, Новости города. В 59-й школе Ярославля отремонтируют столовую. Определены проекты победителей, которые воплотятся в жизнь в следующем году. Завершен этап проектного цикла по направлению «Школьное инициативное бюджетирование». Напомню, старшеклассникам трех школ областного центра было дано время для разработки идеи и защиты проектов в преображении школьного пространства. Сейчас завершилось голосование. Так, в 59-й школе из восьми представленных проектов переустройства победила столовая – место, где бывают все. В первой школе будет обновлен вестибюль на первом этаже. В 18-й ученики решили, что им нужен ремонт кабинета химии. Эти школы в текущем году стали участниками губернаторского проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Каждый получит по миллиону рублей, и на эти деньги пройдут ремонты. Помещения должны быть обновлены к 1 сентября следующего года. Мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, фотография, электроника. В Ярославле стартовал второй этап седьмого регионального чемпионата программы «Юниор-профи». В нем принимают участие ученики школ области. Сегодня состоялись соревнования по двум номинациям. Александр Захаров все увидел. Иван и Федор, ученики одной из ярославских школ, с большим интересом наблюдают за тем, как робот их соперника проходит дистанцию. Для них это не игра. Перед тем, как заявиться на чемпионат профмастерства учащихся школ «Юниор-профи», им пришлось проделать немалую работу. Написать программу на компьютере, собрать детали для собственного мобильного робота. Когда была первая модель, то тут все очень было стояло криво. Потом еще раз мы его переделали, но тоже было не идеально. И в итоге вот такая вот конструкция, и мы уже здесь. Самое главное, чтобы робот не пересекал красную линию. Программу движения модели можно подкорректировать тут же на компьютере. Сложность этой работы в том, что если дети работают с датчиком цвета, то очень сложно рассчитать именно траекторию движения. Кто-то, проявляя смекалку и изобретательность, пытается пройти движение по линии с заданной траекторией. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но в целом ребята буквально 10-15 минут ориентируются, а потом начинают уже замечательно проходить. Сложная категория прототипирования предполагает и дизайн, и внутренние коммуникации различных зданий. Тем не менее, и с этой непростой задачей ребята пытаются справиться. Наша команда решила то, что эта постройка будет вольером для животных. Поэтому, например, когда на улице темно, а животным ночью нужен свет, тогда датчик видит, что на улице темно, включается как раз светодиодная лента. Также внутри имеется датчик температуры. Чемпионат программы юниор-профи проходит в рамках нацпроекта образования. В этом году в нем принимают участие около 180 ребят из школ региона от 10 до 17 лет. Соревнования предполагают 10 компетенций. Интернет-вещи, лабораторно-химический анализ, мобильная робототехника, мультимедиа-коммуникации, промышленный дизайн, прототипирование, фотографии, электроника, электротехника и инженерный дизайн. Для ребят это в первую очередь умение работать в команде, команда два человека. Это умение применить свои знания на практике здесь и сейчас, в режиме ограниченного времени. И именно пробирование себя с точки зрения профессии, насколько им комфортно в этой сфере работается. Региональный чемпионат программы юниор-профи завершится 15 декабря. По итогам победители получат возможность представить область на федеральном уровне. Александр Захаров, Игорь Мосин. Новости города. В областном департаменте здравоохранения и формации новый директор. Сегодня на оперативном совещании глава региона Михаил Евраев назначил на этот пост Оксану Пиклун, исполняющую обязанности главврача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы. К слову, это первая кадровая перестановка при новом губернаторе. Возглавлявший департамент Василий Тубашов ушел с поста, как заявил сам, по собственному желанию. Долго это серьезно обсуждали. Ну, собственно, такое решение уже принято. И, Анатолий Николаевич, просьба большая представить коллективу Оксану Пиклун. Хотя первый рабочий день на новом посту начинается у Оксаны Пиклун 23 ноября, сегодня в областном депздраве ее представили коллективу и журналистам. У 41-летнего нового руководителя богатый послужной список и несколько высших образований. Уроженка Иркутской области окончила Кемеровскую медицинскую академию. Ярославский медуниверситет получила дипломы МФЮА, МГУ РАНХИКС по юридическим, экономическим и финансовым специальностям. Работала в фармкомпаниях и органах государственной власти, руководила медорганизациями. Накопленный опыт будет реализовывать на новой должности. По словам Оксаны Александровны, в первую очередь необходимо проанализировать регион и больницы, выявить сильные и слабые стороны ярославского здравоохранения. Кадровая укрепленность наших медицинских организаций, также реализация национальных проектов, те задачи, которые уже были поставлены, необходимо их грамотно реализовать. Это и модернизация первичного звена, и доведение дорожной карты согласно указам президента. Все необходимо нам выполнить. И работая слаженно в команде департамента, мы достигнем поставленных задач и целей. В Ярославле стартует неделя национального кино. Акция познакомят с колоритной культурой разных народов России. Кстати, встречать первых зрителей участники будут творческими выступлениями и выставкой традиционных костюмов. А какие покажут фильмы о национальном кино и не только, говорим во вторник в программе «На повестке дня». Гость студии Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области. Эфир в 19.20 на городском телеканале. В Ярославле открылась фотовыставка «Новые партнеры, новые горизонты сотрудничества». Представленные работы знакомят с городами, которые стали партнерами столицы Золотого кольца. За последние годы культурный обмен между словацким городом Дубница-на-Двагом, болгарским Бургасом и Ярославлем перерос в соглашение сотрудничества в 19.00. Сейчас в мэрии представлено 15 фоторабот. На них пейзажи, передающие атмосферу Дубницы над Вагом и Бургаса. В следующем году фотографии перейдут в Музей истории города Ярославля. Последние пять лет города обмениваются опытом. Возможно, в недалеком будущем станут побратимами. Одновременно это и общение по изучению опыта городского управления, что тоже немаловажно. Потому что нам, как руководителям, всегда интересен тот опыт, который накопили города. Потому что проблемы одни и те же в любом городе. Это и вопросы образования, спорта, дорожного хозяйства. 21 ноября день рождения отпраздновал Музей музыка и время. Первый частный в России он расположился на Волжской набережной. В 1993-м это было одно небольшое здание, в котором разместились экспонаты коллекции Джона Мастославского. Известный в Ярославле иллюзионист собирал колокольчики, часы, иконы и граммофоны. Теперь в фондах более 30 тысяч единиц хранения. Это и самовары, и калинское литье, и фарфор. Сейчас собранием занимается сын коллекционера. С днем рождения музей пришел поздравить мэр Владимир Волков. Мы стремимся создать из нашей центральной части набережной музейную набережную, потому что сейчас уже этот музей первый в стране был основан. Но сейчас уже большое количество новых музеев. Каждый музей ищет свою нишу, чтобы пригласить экскурсантов, чтобы пригласить гостей, рассказать. И, конечно же, благодаря этому у нас создается такая атмосфера уникальная. День рождения сегодня отмечает советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Николай Николаевич Добронравов. Ему 93. Муж и соавтор композитора Александры Пахмутовой. Оба воспели свершение большой советской эпохи, их произведения стали знаменем времени. Звездная пара не раз посещала Ярославль, тем более. Для ярославцев они сочинили настоящий гимн «Город-князь». Рыбинская певица ковернула Агутина и победила в конкурсе. Анастасия Наумова сделала свою творческую интерпретацию песни известного музыканта «Разговор о дожде». Девушка оставила слова, но заменила бит и музыку так, что старая композиция получила современное звучание. Эту работу певица отправила на конкурс, устроенный самим Леонидом Агутиным. И по итогу ковер признали лучшим в своей номинации. Жители трехэтажки по улице Карла Липнихта устали устранять последствия коммунальных аварий, менять обои и полы. Квартиры на первом этаже систематически топят из-за засорившихся труб. По крайней мере, такую причину называют сами люди. Последнее ЧП буквально накануне. Нечистоты потекли в квартиры, а запах распространился по всему дому. В проблеме жильцов разбиралась Валерия Сыромятникова. Время 11.45. Вот так вот все течет. 21 число сегодня, 21 ноября. Речики текут. О том, что произошла очередная авария на трубах канализации, жители трехэтажки по улице Карла Липнихта узнают сразу. Вода просачивается в их квартиры на первом этаже. А у одной из собственниц Светланы Румянцевой ресурс в буквальном смысле бьет ключом. Зловонным. Запах стоит. Вот сегодня уже нету. Вчера вообще дышать нечем было. Ну, понимаете, канализация воняет. Я вот делала заявку в 7 утра. Они приехали, аварийка, только без 10 час ночи. С уже следующего дня получается. Посмотрели, открыли унитаз, посмотрели. Так у вас не течет. Я говорю, так время-то вы знаете сколько. Люди спят, водой не пользуются, вот и не течет. Топит практически каждую неделю, начиная с августа, утверждают люди. Каждый раз причины разные, говорит Ярославна. То засор на наружных сетях, то проржавела труба под домом. Ему, кстати, более 60 лет. Столько же коммуникация. Гниль и плесень здесь уже постоянные соседи. У соседей тоже все течет. Вот видите, уже вся стена. Только заходя в подъезд, чувствуется запах сырости. Жители рассказывают, буквально пару дней назад здесь стояла лужа. И внизу стены до сих пор мокрые. Тогда же в доме побывала комиссия, в составе которой были представители управдома и водоканала. Специалисты последнего исключили свою причастность к потопам. Таков ответ на официальный запрос. Специалисты водоканала выезжали на место с целью определения причины засора. По результатам проверки было установлено, что наружные сети работают исправно. Засоров на наружных сетях канализации не обнаружено. Подтопления происходят из-за неисправности внутренних канализационных сетей. За внутренние сети отвечает управляющая компания. Представители управдома причину, названную водоканалом, не исключают. Но источник нашли только под вечер. Ответ прислали тоже в письменном виде. Сегодня в ходе промывки системы специалисты управдома ликвидировали очередной засор. Кто-то из жильцов дома безответственно спустил в канализацию тряпку, которая забила стояк. Канализационные стоки не предназначены для транспортировки и утилизации бытовых отходов бумаги, в том числе гигиенической. Также не исключаются в качестве причин подтоплений дефекты и нечищенные засоры на внешних сетях. Как пояснили наши съемочные группы в управдоме, на этом проверки не закончатся. Завтра в дом повторно придут специалисты, чтобы вновь обследовать канализацию. Между тем, говорят работники компании, чтобы подобных аварий стало меньше, собственникам необходим капремонт систем водоснабжения и водоотведения. Подобное решение принимается на общем собрании жильцов вместе с управляющей компанией. Валерия Соломятникова, Денис Кауров. Новости города. Четыре месяца исправительных работ и 20% от заработка в доход государства. Такое наказание назначил Заволжский районный суд Ярославля мужчине, который ударом кулака убил пенсионера. Трагедия произошла в марте 2020 в одном из магазинов на Нижнем поселке. 80-летний ярославец после удара упал и сильно ударился головой об пол. После скончался в больнице. Участника конфликта 46-летнего местного жителя искали несколько месяцев. Возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В октябре оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления. В апреле 2021 областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь наказание все-таки последовало. Массовое ДТП, пожар на рынке и два несчастных случая, где пострадали маленькие дети. В минувшие выходные в Ярославле не обошлось без ЧП. Подробнее в обзоре Валерии Сыромятниковой. Сломал ребра новорожденному сыну за плач. В Тутаеве задержан 20-летний в горе папаша, который изувечил своего месячного малыша. Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время ребенок госпитализирован в детскую областную больницу. Его отец заключен под стражу. Четырехлетняя девочка погибла в лесу в Некрасовском районе. По данным регионального следственного управления, 55-летний мужчина с внучкой пошел пилить деревья. Одно упало на ребенка. Девочка скончалась на месте. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. Позже следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка. Авария произошла на Полушкиной роще. Кадры ДТП попали на видеорегистратор. Черный БМВ вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с «Шевроле». Пострадали пятеро, в том числе ребенок. Девятилетнюю девочку с 34-летним водителем БМВ доставили в больницу. Трагическое ДТП на Ленинградском проспекте. По данным УМВД, 51-летний ярославец не справился с управлением. Съехал в кювет и врезался в дерево. 50-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Водители доставили в больницу. Клубы дыма вокруг транспорта и водитель с огнетушителем. На Ленинградском проспекте горел автобус. Пресс-службы мэрии пояснили, машина задымилась в районе задних колес. Водитель продолжил путь через 15 минут, устранив возгорание. Сейчас ПТП-1 проверяют оборудование, чтобы выяснить причину. Девять торговых павильонов пострадали от огня на Держинском рынке Ярославля. Пожар произошел в субботу поздно вечером. МЧРС задействовали 7 единиц техники и 28 специалистов. Полностью пожар был ликвидирован через два часа. Сгорело 54 квадратных метра торговых павильонов. Несмотря на ЧП, утром рынок продолжил работу в штатном режиме. А этот пожар мог обернуться взрывом. В 4 утра в субботу в поселке Явники загорелась операторная АЗС. Заправка месяц не работала, но угроза взрыва оставалась, так как баллоны с бензином еще закопаны на территории. На место прибыл ближайший экипаж Росгвардии и сдерживал распространение пламени огнетушителями, пока не приехали пожарные. Огонь не распространился дальше здания в 11 квадратных метров. Пострадавших нет причины, выясняются. Валерия Сыромятникова, Новости города. Страна прощается с Ниной Руслановой и Валерием Гаркалиным. 7 лет назад народный артист вышел на сцену Первого русского. Спектаклем «Война» с участием Гаркалина открывался 15-й Волковский фестиваль. Постановка была международным действием двух фестивалей – Чеховского и Эдинбургского. Ярославцы видели актера на сцене всего один вечер, но запомнили его игру. И сейчас к спортивной части выпуска. Забудьте о громоздких тренажерах. Ультратонкая беговая дорожка нового поколения «Ямагучи» – ваш свежий взгляд на здоровый образ жизни. Телефон 60 90 75. 60 90 75. Серебро Кубка мира по рукопашному бою завоевала спортсменка из Углича. Турнир прошел в Москве и собрал 300 участников из 37 стран. Воспитанница спортшколы «Витязь» Татьяна Зуйкова в весовой категории 55 килограммов стала второй. Всего в копилке российских бойцов 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Первое место в общекомандном зачете. Все могут ошибаться, и Даниил Исаев в том числе. Так прокомментировал игру вратаря в матче между Ярославским локомотивом и Нижнекамским нефтехимиков главный тренер железнодорожников Игорь Никитин. Ярославцы проиграли с минимальным счетом 1-0. В первом периоде игроки локомотива взяли инициативу. После серии атак Максим Шалунов забросил шайбу. Гол отменили. Не прошло и минуты, как точным щелчком со своей половины площадки игрок нефтехимика попал в ворота соперника. Следующая игра для локомотива пройдет дома 24 ноября против Йокерит из Хельсинки. Все могут ошибаться, и Даниил в том числе. Нет, ребят наоборот сразу подбодрили его. Хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось. А так не только с молодыми вратарями, с опытами такое случается. Поэтому я думаю, что это нужно просто проанализировать и идти дальше. Поражение и победа в Санкт-Петербурге. В минувшие выходные Ярославич на выезде сыграл против местной команды «Автомобилист». В первый день состязания игра дошла до дополнительного гейма. Конец матча состоялся за питерским волейбольным кубком 3-2. В воскресенье Ярославич взял реванш 3-1. В следующие выходные наша команда встретится в Костроме с клубом «Волжанин». На Сахалине очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер до 30 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до полутора метров, предупреждают синоптики. Снежный циклон накрыл Хабаровский край. На нескольких трассах закрыли движение автобусов. Авиарейсы направляют на запасные аэродромы. Во вторник там прогнозируют тоже сильный снег, гололед, метель. В Иркутской области обещают морозы до минус 30 градусов. На Чукотке до минус 37. А что в Ярославле завтра? В студии Алена Груздева. Здравствуйте. Во вторник в Ярославле ожидается малооблачная погода и подморозит до минус 5 градусов. Осадки маловероятны. Подробности далее. А в русском лесе евробагонка дешевле. На 5000 рублей. Сроки условия. Отцы уточняйте упроцов. Во вторник ночью в Ярославле облачно с прояснениями. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале американский фильм «Работодатель». Поиски работы, похищения, тайны и приключения. У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах во Вконтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Анна Лазоркина. Хорошего вечера и до встречи в эфире.